Добрый вечер, уважаемые телезрители! В эфире телеканала Видное ТВ, программа «Все грани меча». Перефразируя классика, вот сколько нам открытий чудных приготовил футбол за прошедшую неделю. Матчи Лиги Чемпионов, Лиги Европы, Чемпионат России. Впереди нас ждет Кубок России и еще три матча 23-го тура. То есть мы сегодня, ближайшие 45 минут, будем говорить о самом прекрасном виде спорта, о футболе вместе с вами. А также Сергеем Буслаевым, Кириллом Музалевским, Евгением Воронином, Константином Щербиненко. Золотой состав. Добрый вечер! Добрый вечер! Друзья мои, ну Лига Чемпионов подарила одна четвертая стадия, да, подарила нам просто какое-то феноменальное зрелище. Мы наблюдали за командами, у которых, казалось бы, не было ни одного шанса пройти дальше. Мы наблюдали слезы разочарования, радость побед. Мы видели, как уезжает последний трамвай в виде великого вратаря Буфона из Ювентуса, который получил красную карточку на последней минуте. Все это было на прошедшей неделе, все это мы будем сейчас обсуждать. Телефоны вы видите на своих экранах. Звоните, давайте пообщаемся. А пока вспоминаем, как прошли первые матчи Лиги Чемпионов, чтобы мы могли еще раз окунуться в эту замечательную атмосферу. Итак, Севилья, Бавария 1-2. Ювентус Реал 0-3 и, казалось бы, все, но впереди, да, было много интересного. Барселона Рома 4-1. Ну что еще нужно для того, чтобы пройти в полуфинал? Оказывается, просто нужно забить Роме. Ливерпуль, Манчестер, Сити 3-0. Такие результаты первого раунда были в Лиге Чемпионов. Друзья мои, ну кто из нас ожидал такое пиршество голевое, такое пиршество интриг и то, что мы увидели с вами? Кирилл? Ну никто, конечно. Только, я так понимаю, праздник на улице у букмекеров огромный, когда такие результаты приключаются. Чтобы, сколько получается таких, три или два камбэка? Два камбэка точно произошло, да? Один чуть-чуть не состоялся. Один немножко сравнялся и уже казалось, что просто все возможно. Как в этой Лиге Чемпионов, так и потом, когда началась Лига Европы, тоже казалось, что возможно все. Там тоже были чудеса, но люди так на грани чудес. Ну и да, мой фаворит, моя любимая команда Барселона вылетела. Я смотрел матч, с огромной страстью играли римляне. Мне жалко, что Тотти не дошел в большом футболе до такого результата. Чтобы символ этой команды, чтобы он прошел в полуфинал. Полуфинал, да. Да, он только карьеру закончил как раз. Ну, хороший матч, выдающийся матч для итальянских команд. Если бы еще и Ювентус дожал Реал, то было бы просто фантастика была какая-то. Сергей, ты любишь специалист, можно даже сказать, итальянского футбола. Но почему Ювентус так безобразно сыграл дома в первом матче против Реала? 0-3 и счастье было так возможным. Ну, чуть-чуть бы, хоть на один меньше пропустил бы. Я думаю, что не только Ювентус безобразно сыграл, это и Реал сыграл хорошо. Потому что Реал, можно сказать, суперклуб у нас в Европе. И поэтому я думаю, что именно во втором матче Реал как раз и расслабился в ответном. И чуть не повторил участь Барселоны. Но хотя, ты знаешь, в концовке все равно как-то было видно, что даже если не было бы этого пенальти спорного, как по мнению Ювентуса, то я думаю, в добавленное время бы Реал бы додавил. Да, Реал к тому моменту уже давил, давил, Ювентус отбивался. Но насколько сказка закончилась быстро, Жень, скажи, пожалуйста, можно ли бросить в чьей-либо огород камень по этой ситуации, что удалили Буфона, что на последних секундах дали пенальти? Ну, здесь, да, вот, немножко судья, конечно, подпортил игру. На самом деле, да, там был пенальти, там все, но не удали. Ну, признаешься, что пенальти не было. Да, признаешься, все по делу, без вопросов. Ну, действительно, я тоже переживал за Ювентусу и прям вот думал, ну все. Сейчас вот-вот остался дотянут чуть-чуть до этого. Ну, вот это просто меня же выбило тоже из кредит, так же, как и Буфона. Буфон, я не знаю, почему удали. Ну, наверное, все велики должны уходить, показав им красную карточку с поля. Может быть, так должны. Ну, мы помним, Зидана. Зидана шел недавно. Самое главное, что он не Зидану это сказал, что сказал судья. Да, что сказал судья. Ну, судья тоже быстро сообразил, достал карточку красную. Он не ответил в стиле Зидана. Да, да, нельзя, нельзя так портить игру. Тем более, пенальти, может быть, был, да, он поставил, но зачем удалять? Ну, покажи желтую карточку, как это сделают, наверное, 99% судей. Зачем так делать? Скажи, пожалуйста, нарушен ли был дух футбола как таковой? Мы же все прекрасно понимаем. Судья поступил правильно, назначив пенальти. Поступил правильно. Ну, если мы говорим о духе футбола, был нарушен все-таки? Я считаю, что все-таки вот в такой момент нужно, как бы, смотреть ситуацию с нескольких сторон. Как бы, то, что мы увидели в повторе, мы увидели по-разному. Даже когда я записывал для, ну, как бы, своего зрителя, там, подписчика видео, я записывал это вот в режиме лайв и спросил вопрос сделать, друзья, было ли пенальти или же нет. И у меня ровно-поровну определились вот мои, скажем так, подписчики, кто смотрит, да, там, наблюдает за моим мини, там, сториз-каналом. Вот, соответственно, я считаю, что в этой ситуации пенальти был, и рефери сделал правильный выбор в пользу, как бы, Реала. То, что там так совпало, что это было на последних секундах, и там такая развязка получилась, это, ну, как бы, это футбол. Здесь все возможно. Но то, что там был фолл, и который тянул на пенальти, мне кажется, что там, ну, если не 100% фоллик, то, по крайней мере, 90% пенальти пенальти. Ну, ты же не знал правильного видео, да, ты не через 10 просмотров, правильно? Судья было смотреть, да, но судья был ближе к этому эпизоду, наверняка он сразу же понял, что... Туэтическим соображением дал футбола, там нельзя было ставить пенальти, а надо было, чтобы команда была в чистой победе, была в чистой игре. Тут я не соглашусь, потому что пенальти чистый, судья его, ну, это мое мнение, пенальти поставлен был правильно, но вопрос красной карточки к Буфону. Ну, ты же не судья, ты же не знаешь, что сказал Буфону. Ну, я понимаю. Можно такое сказать. Ну, порой такие вещи судьям говорят, и они проглотают, да, мы все помним. Ну, этот не проглотил. Просто, опять же, Олег... Это же желтые. Арбит Омегатес тоже поддался все вообще этой ажиотации. Многие люди... Психолог, грубо говоря. Многие люди пишут, что, ну, в такой ситуации нужно, как бы, просто закрывать глаза на то, что перед тобой стоит Буфон и говорит там какие-то вещи, но с другой стороны, все мы люди, и кто знает, что на самом деле судья было сказано. Поэтому тут, наверное, психологически... Хорошо, что можно было сказать. Я, конечно, понимаю, что мы сейчас варианты не будем перебирать. Все-таки у нас эфир. И перебирать варианты, что сказал, хотя итальянские журналисты перевели. Перевели? Да, перевели, что... Ну, наверное, там была продажная. Да, да. Наверное, да. То, что вы слышали болельщики в Грозном. Вот. Но... Ну, не знаю. Не знаю. Мне кажется, судья должен был немножко все-таки убрать какую-то такую гордыню. Да. Наказать пенальтик в желтую карточку, но все-таки не прямую, красную. А представляете, Буфон бы еще вытащил этот пенальтик. Это было бы полная справедливость. Вообще было бы. Да. Давайте посмотрим результаты, которые были после ответных матчей. Тем более, учитывая, что мы уже общую картинку рассказываем. Рома Барселона совершила камбэк, который Барселона, да, совершила в прошлом году, когда отыграла в матче с, господи, с Манчестер Сити, по-моему, если мне память не изменяет. С Пассажей был. А, с Пассажей, я прошу прощения, да. Манчестер Сити, Ливерпуль 1-2, Бавария, Севиль, наверное, самая скучная пара оказалась и, в общем-то, предсказуема. Ну, и Реал, да, у себя дома 1-3 уступил Ювентусу и мяч, который забил Роналда на последний матч. Кирилл, на самом деле, наверное, в первом матче много пропустил Ювентус. Если бы не пропустил... Неоправданно много. Да, неоправданно много. Кстати, вот, Кирилл, ты как любитель букмекерских, да, получается, на ответных играх было, ну, у букмекеров там предпочтение, что Реал у себя дома выиграет у Ювентуса. Да, там Бавария у Севилья, Рома проиграет в Барселоне. Но было и наоборот, что Рома выиграет у Барса у себя дома, Ювентус выиграет у Реал и прочее. Ну, там коэффициент был, наверное, под 8-9. И даже больше там просто был какой-то нереальный коэффициент. И вот единственное, что Севилья подкачала, если бы она побеждала бы, то мне кажется, что было бы счастливчиков во много-много раз больше. Разорвились конторы. Ну, я не думаю, что кто-то поставил бы «Экспресс», да, по-моему, называется, на несколько матчей, чтобы такие результаты можно было бы отгадать. Я думаю, что это навряд ли. Прекрасная Лига Чемпионов, прекрасные матчи. Да, это футбол, да, они всегда проходят, можно сказать, либо сильнейшие, либо те, кто оказался менее удачлив. Но, тем не менее, за это мы любим футбол. И я думаю, что матчи Лиги Чемпионов показали нам, а в том числе и ЦСКА, что со счета 3-0 можно отыгрываться. А значит, мы переходим к матчам Лиги Европы, и давайте вместе с нашими телезрителями вспомним, как закончился этот матч. По счету на табло 2-2. Жень, а ведь был счет 2-0 на 56-й минуте, и уже все такие болельщики ЦСКА подумали, неужели и ЦСКА сотворит чудо, как сотворила Рома. Ну, не только болельщики ЦСКА. Подумали, а это же не так сложно, оказывается, смотри, все тренеры выигрывают. Это вообще легкотер, да, оказывается, да. Да, и вдруг, что случилось? И были моменты, что ЦСКА мог забить третий. Я считаю, что это один из, скажем так, наверное, может быть, даже выдающихся матчей, которые ЦСКА брал за последние годы. Настолько играли все слаженно, если в матче с Динамо я ругал пух и прах команду, да, за то, что она так допустила играть, то сейчас матча с Арсеналом, это просто великолепно играли. Да, немножко не хватило, да, были надежды. И вот 30 тысяч зрителей, которые присутствовали на стадионе, а это было практически все заполнено. Даже фанатская трибуна Арсенала, да, тоже была забита практически под завязку, немножко такая буферная зона была создана для безопасности. Атмосфера выше всяких просто похвал. Вот все 90 минут забивали, пропускали, но трибуны поддерживали команду и гнали ее вперед. Я не слышал еще на этом стадионе такой поддержки. Да, там слышал, конечно, когда там был, грубо говоря, когда играли мы в Лужниках. А на своем стадионе, да, это просто, просто шикарнейший был матч. Я вот приехал уже часа в два ночи, да, и вот приехал в два ночи, и я просто настолько довольный был. Вот просто получил такое эмоции, до сих пор переливается за край. Ну что ж, действительно, у ЦСКА я лично на прошлой программе сказал, и признаю это, что оказался неправ, сказав о том, что Арсенал, скорее всего, победит со счетом 3-1. Ты один, кстати, заметил, сказал. Да, все остальные говорили более оптимистичные прогнозы. Я соглашусь, что, в общем-то, был неправ, хотя, ну, я думаю, что многие думали, что это невозможно сделать. Казалось бы, 2-2, да, Арсенал поигрался в кошки-мышки, или все-таки и в конце забил достаточно легко. Как ты думаешь, Кирилл? Нет, я думаю, ЦСКА устала. Устала? Реал не играл в кошки-мышки, там физические игроки выносливые. ЦСКА возрастная команда достаточно, особенно в линии обороны. ЦСКА элементарно устал. Могу сказать, хорошо, что не проиграли. Мне так смартачу, у меня была бы обидность, команда, действительно, матч выдающийся, если бы проиграли, было бы несправедливо. Хорошо, что ничья нормальная. Ну, я тоже так считаю, и опять-таки, хоть небольшой, но балл в еврокопилочку. Да, но могли выиграть, понимаешь, когда действительно есть моменты, ты может забить, вот один мяч остался какой-то, и тут пропускаем мяч, и все, и команда, видно, что она играла уже на морально-волевых, то есть уже физические силы у команды не осталось. В последние минут 15 команда настолько просто просела. Даже Акинфеев, никогда, в принципе, не выходящий вот так далеко и высоко, наверное, уже поверил в свои силы, что возьмет этот мяч и не отпустит никуда, но там уж техничный футболист попался против него. Ну, вот смотрите, какая история, да? Мы говорим, что одна четвертая финала, и у нас, получается, играли три испанских команды, да? Говорят, как обычно. Две английские. Две итальянские. И, в общем-то, приятно отметить, что, пускай и не в Лиге чемпионов, но в Лиге Европы и наша российская команда тоже принимала участие, да? Там Лиге Европы и Немск представление устроили. Вот матч был 5-2 или что-то такое. Да, играл Лейпциг с Марселем. Да-да-да. Да-да-да. Марсель победил, хотя мы все возлагали надежды на Лейпциг. Ну, чуть-чуть не хватило. Ну, конечно, нет, войска тоже не хватило. Если бы они там не проиграли не 4-1, а хотя бы 3-1, было бы немножко попроще. Лучше 2-0 и все, и нормально было бы. Да, и тогда бы все нормально. Зальцбург зато вышел в полуфинал. Зальцбург, да, вышел в полуфинал. Ну, что ж, подводим итоги. По крайней мере, для российских команд этот сезон сложился по-разному. Кто-то вылетел на предварительной стадии, кто-то уже в плей-офф. Ну, а болельщики, по крайней мере, ЦСКА, могут, я думаю, что гордиться и радоваться о том, что их клуб прошел достаточно далеко до 1-4 финала Лиги Европы. И, в общем-то, набрал в этом году наибольшее количество очков для России, учитывая, что они стартовали со второго раунда Лиги Чемпионов. Ну, что ж, а мы переходим к следующему обсуждению. Чемпионат России 26-й тур, который во многом, наверное, предопределил события, или даже, может быть, не события, расположение турнирной таблицы после окончания чемпионата. Ростов, СКА Хабаров, Ростов открыл свой стадион победой, да, со счетом 2-0 и впишет это в историю. У ФА ЦСКА 1-1, усталость, наверное, и на этот матч перекинулась. Урал-Спартак, я говорил, что, наверное, Спартаку с Уралом будет сложно. Краснодар-Синал, матч закончился 3-0 без вопросов, но были вопросы к судейству, или, по крайней мере, к одному из эпизодов. Зенит Анжи, Зенит забил, но 1-0 над аутсайдером у себя дома, наверное, это не тот результат, который ждали, учитывая поражение Зенита в предыдущем туре от Краснодара. Динамо-Локомотив, скорее всего, центральный матч тура, по крайней мере, по вывеске, но и по результату тоже оказался на первом месте. Амкар Рубин 0-3 и Ахмат Тос на 1-1-0. Ну что, Жень, давай мы сейчас пройдемся по матчу Уфа-ЦСК, а дальше уже продолжим говорить о более, наверное, значимых матчах, учитывая, что в них определился, как мне кажется, чемпион. Уфа-ЦСК 1-1. Передалась усталость? Да, конечно, очень подселит, потому что такое количество матчей в апреле, которое у нас было, действительно, я говорю, что эмоции все были отданы с Арсеналом, и поэтому, когда я смотрел матч, мне самому лично было скучно смотреть этот матч, хотя я не хочу сказать, что команда Уфа, плохая команда, все-таки команда, команда, которая тренирует Симак, да очень прилично и здорово смотрится, мне Уфа симпатична по игре своей. Своя команда, но хорошо, что хоть 1-1 сыграли, а так, ну, слишком уставшая, слишком. Я тоже, Олег, если позовешь, смотрел игру, и знаю, что по ходу встречи ЦСКА потеряли Понтуса Бермлума, да, ключевой игрок, который там на завершение очень часто исполнял ЦСКА, и мне казалось, что его не хватало как раз под концовочку, потому что смотрел ЦСКА в концовке как раз-таки матча с Уфой, видел, что армейцы сравняли счеты, имели, кстати, шансы и победить даже. Да, и Головин, если честно, отыграл превосходный матч. И то, что он творил на 85-90-х минутах, это с ума сойти, если честно. И то, что как мячом распоряжались Муса и Витиньо, я сразу написал, что это не игроки уровня ЦСКА, по крайней мере, по вот этому вот матчу. Но то, что творят русские ребята, то же самое Игнашевич, которого классно сыграл Головин, ну не повезло чуть-чуть, хотя Уфа тоже имела моменты. Игнашевич, абсолютно точно имела моменты. А Сысуев один сколько мог забить там, да. Сысуев много мог забить, у него забил гол. Ну, кстати, и вратарь, скажем так, мне кажется, наиболее, по-моему, один из лучших. Да, по-моему, один из лучших, мне кажется, сейчас в России. Вратарей. Ну, хороший вратарь. Там играют, опять же, был Шевоглядов, защитник из Динамо, ну вот он конкуренцию не выдержал. Команда по подбору очень хорошая. Да, и Симак молодец, он подобрал ребят хороших. Сысуев тот же был на просмотре в Динамо, отыграл там несколько матчей, потом в свое время отдали его куда-то там в первую лигу. Вот теперь, видите, Симакова подобрал, и как парня вывел. А по Головину, я скажу, да, он прекрасный матч провел, но, ребят, мне показалось, в некоторых моментах он, конечно, передерживал мяч. Шел на троих игроков. Хотя были открыты, я специально смотрел, и Витиня там, и Муса открывались. Муса там руками... Понимаешь, Сереж, когда ты обыграл, допустим, двоих, троих, ты отдаешь пас, нет, ты отдаешь пас, игрок раз запорол, ты опять тратишь силу, обволишь троих, отдаешь пас, он еще раз запорол. Ну опять он идет на троих. Командная игра. Учись у Спартака. Учись у Спартака. Нет, они вообще проиграли. Что учиться у них? Отдал, да. Открылся, отдал, открылся, отдал. Нормальная игра. Ну, мне кажется, в этой игре ЦСКА потерял, пускай и не математические шансы стать чемпионом, но, по крайней мере, я не думаю, что... Ну не только ЦСКА потерял в этом туре. Ну, нет, ну, ЦСКА уже, наверное, своими руками. Окончательный, Женя, Женя, ты не обвиняй Динамо, потому что и Спартак... Да, Динамо, я тебе еще бы нам прошлой переначи говорил. Ладно, и Спартака, ЦСКА... Вы проиграете всем. Динамо ни при чем. И Спартака, ЦСКА сами. Ну как ни при чем, она упирается всегда с нами. Выигрываете матчи? Выигрываете. Вот, Локомотив взял и выиграл. Ну, а почему вы уху и уху не выиграли? Да, и Спартаку, и Спартакову так же сыграете. И с Зенитом так же сыграете. Динамо-то и что, я не пойму. Да не знаю почему. Вот спроси у Динамо, почему вы упираетесь с нами? Это личное. У тебя что-то личное. Такая личная неприязнь. Личное неприязнь. Я просто кушать не могу. Приехал 2 часа ночи домой с Рассиалом и кушать не можешь. Да, ну, ЦСКА потерял. Потерял шансы на чемпионство. И тот же Спартак и ЦСКА сами ее, наверное, отдают чемпионство Локомотиву. Давайте переходим к матчу Урал-Спартак. Не знаю, почему Спартак выглядел так бледно. Может быть, даже в какой-то степени уставшим, учитывая, что матчей у него не было. А может быть, Олег, все-таки Урал? Не знаю. Новый стадион? Дарханов. Может быть, Урал был? Скажи, Кирилл. Скажи, Кирилл. Ну, чего Спартаку-то? Вот, хватайся за Локомотив и тянись за ним до последних туров. Учитывая, что у Спартака уже игр-то осталось. С кем? С кем? Да. Вот не надо с кем. Олег тоже говорил, потому что передача что Спартака самый легкий календарь. Да, самый легкий календарь. А я тебе сказал, что Спартаку без разницы, с кем, у кого проигрывать, у кого выигрывать. Я оказался прав. Это было, если не ошибаюсь, первое поражение Спартака за 18 туров в чемпионате России. Нет, не последний. Нет, туров. Это была ужасная игра по качеству. Худшая, я не припомню. Сейчас, возможно, где-то в самых начальных турах, когда мы играли в Динамо, вот эти ничьи, что-то было похожее. Ну, как всегда, в Динамо все играют. Сложные, да, матчи. Но это была худшая по качеству игра Спартака из тех, что я припоминаю в этом сезоне. Причин для объяснений у меня нет. Грубейшие ошибки в обороне при втором голе, который забивал Урал Максимовичу назад, просто отдает пас нападающему. Товарищ, иди забивай. Да, да, да. Там даже Ребров психовал. Да, это просто доклассированный человек, Максимович, вредитель. Я не знаю, может, ему проплатили. Но так нельзя играть. Это просто феноменальная тупость какая-то. Хорошо разобрал Тархана Спартак, прессинговали, не давали выходить. Они бегали же до самого конца. Прессинговали. Спартак играл медленно с немоверным количеством брака. Я хотел, чтобы товарищ Бубнов там посчитал. Там будет, наверное, просто феерический процент. Грушаков столько натворил ужаса. Только не говорите, что вы этот матч сдали. Потому что среди многих болельщиков, которые я знаю, Спартака все говорят, что типа матч, как им показалось, был немножко... А смысл? Я тоже говорю тоже. Зачем? Урал, находясь в двух очках от локомотива, Уралу, которому не нужно ничего. Я это говорю. Это говорят болельщики. Болельщики, школьники, наверное, на спорте сыру где-нибудь. Это Уралу ничего не надо было. Уралу нужно было. Что ему надо? Что? Первый матч на стадионе, на таком прекрасной арене. Да нет, брось. Это что? Это не лозунки. Это лозунки революции делали. Это не. Мы просто ищем всегда... ...как не сдал. Короче, еще у нас там контузили за Лувиша, да, у нас бегов по-обязке, по-моему, вообще очень жестко... Здесь Андреяна вообще не вышел. Да, вот. Он не вышел. Его не хватало. Он здоров. А почему не вышел? Карера говорит загадками. Говорит, если я вижу, что игрок не очень готов, я его не выпущу, потому что я не хочу терять игрока. А сколько о травме клуб не заявлял. Что ты такое Карера сказал? Я не знаю, что... Ну, не бережет же он для матча с Тосно, правильно? Для Кубкового. Это было бы смешно. То есть, почему не вышел один из наших лучших голодоров, вообще один из самых креативных футболистов Атаки, это тоже повлияло. Но, повторюсь, да, мы упустили шанс на чемпионство. То есть, ты думаешь, Спартак тоже упустил? Конечно. Если даже нечто математическое, Локомотив, если я ошибаюсь, должен три раза проиграть в оставшуюся там креативную тур. Ну, это развозможно. А Спартаку последним с Динамо играть. Да, а нам надо а Спартаку, соответственно, все выигрывать. Там все нормально. Нет, ну, если учесть, что Локомотив играет с Ахматом дома завтра, если он побеждает, будет 8 очков. 8 очков. И сколько? И сколько? Вот, в розыгрыше 12 очков. Соответственно, Локомотиву надо в четырех играх три раза проиграть. Три раза проиграть. Ну, хорошо, Краснодар проиграть, Зенит проиграть. Третий раз кому? Ну, вы даже не знаю, кому. Арсенал. Нет, конечно. Арсенал Тульского. Локомотив можно, я до последнего надеялся. Матч с Уралов действительно тоже ждал за большой тревогой. Там и поддержка была у Уралу замечательная. Еще такое поле хорошее. Хорошее поле. Играй в пас. Ну, елки-палки. Не приятно. Нет, болельщик Спартака сколько там? Две или три тысячи приехал. Ну, да, хороший выезд был. В Екатеринбург мы ездим сейчас. Ну, учитывая, что еще открытие стадиона было. Да-да. Да, тоже большое. Безобразное. Значимое. Защита сыграла плохо. И Буров в некоторых моментах выучил, не выручил. В общем, все плохо было у Спартака. Все плохо было у Спартака. Именно на этой фразе мы и заканчиваем обсуждение игры этой команды. Потому что все было хорошо в игре Локомотива с Динамо. Счет 0-4. Понятно, что московской командой навряд ли можно назвать это каким-то там выездом. Все равно же играли, в общем-то, в Химках, в Московской области. Но, тем не менее. Константин. Жень, что скажешь? Я вначале... Я... Дайте слово и кейс. В прошлой передаче уже все сказал. Я после 10-го, там какого-то, 12-го тура пророчил чемпионство «Зенит». Он был действительно на какой-то сумасшедшей волне. Несся как паровоз. Но оказалось, что паровоз у нас не тот, а тот, который... А тот, которому Аталию не убегает. Настоящий паровоз. Ну что, будем поздравлять Локомотив с чемпионом или чемпионом? Не будем. Ты «Зенит» поздравил, «Зенит» не стал чемпионом. Ну так я же об этом и говорю. Может, у Рубина еще... Подожди, если тогда нет, тогда «Спартак». Лучше, что Локомотива станет заменением чемпионом. Что-то «Спартак». А, наш столик. Ну так что? Олег, если честно... Нет, не дождались пока. Во-первых, и в это, если честно, до сих пор за 4 тура до конца... Для вас за 5. Да, для нас за 5 с трудом верится. Ну, нет пока вот такой вот именно... Уверенности. Да, в 4-0 выиграли в «Динамо». Сто процентов. У вас нет уверенности. Вот этот матч получился, знаете, из мира все, что били, все залетело. И то даже там пенальти... Это же «Динамо» стандартов. Будут ли такие встречи с другими соперниками? Я больше чем уверен, что нет. Даже вот в этой игре 4-0 мы потеряли ряд, ну, игроков. Тот же самый «Рыбусь», защитник, да, он травмировался. Сдавно причем. «Фарфан» почувствовал себя и пока до конца я не уверен, выйдет ли он завтра против «Ахмата». Вот перенесенный тур. Себя здорово проявили братья Мирончуки. Впервые за долгое время. Что один, что второй. Хоть несмотря на то, что один из них не забил пенальти, но это такой момент, опять же, психологический, да, вот счет там 2-0, забивает третий. Ну, тут, опять же, мандраж, все возможно в профессиональном футболе. Но вот то, что показал Антон, да, брат получается, он впервые забил в карьере. Дубль оформил в рамках чемпионата России по футболу. Очень здорово себя проявила команда на, значит, реализации именно штрафных моментов, да. Да, стандартно. Антон, который главный из Беренчуков? Нет, Алексей считается первым, Антон считается... Это как у вас Дмитрий и Кирилл. Да, Дмитрий и Кирилл. Вот. И в целом, в целом, в целом даже Дмитрий Тарасов забил гол. Это вообще что-то из ряда фантастики. Когда у нас опорный полузащитник забивает гол. С его ростом не забивать с навесной, в штрафной. Видно, наигранно было. Опять же, это был такой наигранный момент. И прошел опять мяч. Ты видел, как прошел? То есть, сегодня разговаривал я при тебе с вратарем, с бывшим. Вот он говорил, что не надо ругать Шунина, что действительно мячи такие были, все притерпы были, да. То же самое говорил. Я ему сказал, ну так же, четвертый, он уже не имел никакого значения. Четвертый гол делал. Вот, и опять же, да, слова Тарасова было видно, что после встречи смотрел интервью игроков, да, на нашем сайте местном, Локомотивском. И Тарасов признал, что даже при счете вот 2-0, да, там 3-0 не было до конца 100% уверенности, что Динамо могли бы и перевернуть. В кости. Вот когда четвертый уже залетел, там, в принципе, уже было понятно, что Игорь Леонидовна. Игорь Леонидовна, можно я сразу начну с... Начинай. А вот теперь расскажи нам, как вы играли, как вы поддались, упирались. Как говорит у нас представитель ЦСКА, с ними вы упираетесь, а с Локомотивом, с кем там, с Зенитом, со Спартаком, Десячка... все пропускаете. Женя, известный афоризм. Давай. Команда играет так, как ей позволяет соперник. Я вот когда увидел, я потому что... У меня все было недавно буквально... Я все ходи записываю. Да, записываю. ЦСКА сыграли, тут с Локомотивом играем. И сразу все видно, понимаешь, на контрасте. Как сыграли с ЦСКА, как сыграли с Локомотивом. То есть, ЦСКА давал играть. ЦСКА сам играл, давал играть Динамо. Динамо было скрепощенно, играло спокойно. Пусть на контратаках, но они действительно, как Костя говорит, выиграла. Здесь же все наоборот. Я посмотрел с первых минут, что делал Локомотив. Во-первых, Локомотив играет очень тесно с соперником, жестко с соперником играет. Как и первая игра была жесткая. Там я все на Тарасова поливал его за жесткость. И здесь так же. То есть, все игроки играли очень жестко. Не давали. То есть, прессинг был полный. ЦСКА так не играет. И динамовцы немножко, они не поняли, как им играть. Пока они разбирались, тут эти стандарты. Стандарты. А стандарты разыграли так, что Костя может быть прав. Может быть, действительно, в каком матче еще они так будут забивать. Потому что действительно феноминально. Я не знаю. Сначала динамовцы начали на гостевых книгах. Погребняка вам не хватало. Обвинять. Нет. Даже Хохлов он сказал, что да, мы играли так же, как хотели. Все, установку все выполнили. Но вот не получилось. Видите? Бывают такие матчи, что залетают сюда. Бывает. Это не последний матч. Бывает. Все-таки, то, что они упираются, не упираются. Когда два гола забиваются со стандарта, это не вина команды. Говоря, это не упиралось. Ну, понимаешь, у тебя два забивают. Эту игру как бы вырушат. Если назначен был штрафной, значит, это была ошибка игрока обороны. Зунар ушли где-то. Правильно. Другой момент, это 100% реализация. Стандарты все. Кроме пенальти. пенальти еще спасли. Если есть установка, допустим, что не нарушать, не нарушать вблизи штрафной, так и будут играть. Женя, второй вопрос. А вот смотрите, какая история. Сейчас, Сереж, я сразу немножко турнир на таблице. У Амкара 28, у Динамо 30, и если Амкар побеждает ЦСКА, уже буквально на днях. А у Динамо тоже 25, но играет все-таки с Зенитом. Если Амкар, то Динамо попадает в зону вылетом. А учитывая, что играть с Зенитом и Спартаком. Нет, ребят, еще у Динамо игра с ССКА Хабаровском будет. Там все просчитано, нормально все будет. У ТОС-то деньги заканчиваются. Там все хорошо. Я к чему говорю, сбил меня ты с мысли. А, Женя, что хотел-то? Ты у нас игра с ССКА, с Локомотивом и с Зенитом. Да, ну сколько ты перед этими матчами, мы сейчас уже сыграли два матча, а перед матчами сколько ты мог бы так вот подумать, сколько бы Динам могло набрать очков в этих трех матчах. Ну сколько? Ну максимум, вот, Олег Франц, три, максимум четыре, там на дурочку выиграть где-то и захватить ничью в этих матчах. Все, это максимум, вот потолок, минимум три, максимум четыре. Мы три уже взяли. Не дай бог, зенитом там упремся, может еще очков. С нами упираетесь каждый год, с года в год. Вот вопрос. Вот она, Болесецкая. Не, Владислав начинает все с начала. Друзья, Олег тебе уже ответил, что должно было сделать Динамо в матче с СК. Выйти и проиграть спокойно. Свои вопросы забивать. Чтобы Спартак не стал чемпионом. Где был Гиннер тогда? Гиннер все купил. Письмо почитай сегодня. Давайте еще поговорим о Локомотиве, как о будущем чемпионе. Что еще может помешать Локомотиву? Ну, у Локомотива опять же игра с Уфой на выезде. Дальше Краснодар, Зенит и в конце Тула. В принципе, Краснодар сейчас неплохой ход набрал. У них сейчас произошел, если так можно назвать, ребрединг в мире тренерского состава. У Зенита терять тоже нечего. Им нужно, по крайней мере, цепляться как можно выше из-за зоны Еврокубков и так далее. Да, тут такой момент. И тут битва будет, мне кажется, как раз таки в матче Краснодара и Зенит решающий будет встреча. Даже не с Уфой и даже не с Арсеналом. как Спарта и ЦСКА будут болеть за Локомотив в игре вашей с Зенитом и с Краснодаром. Да. Ну, в том числе, кстати, потому что, вот видите, как календарь получился для команд, для кого-то будет важнее, да, чтобы Локомотив набрал как можно больше очков, прежде всего, для нас, для болельщиков Локомотива. Опять же, Олег, повторюсь, не будем мы пока вешать золотые медали на плечи, но очень хочется и надеемся, что это произойдет как можно быстрее. Мы сейчас перейдем, да, к турнирной таблице, но давайте ее посмотрим и немножко обсудим, да, уже с расчетом на то, какие игры предстоят нам и какие турнирные расклады были бы возможны. Итак, Локомотив 55, одна игра в запасе. Спартак вроде бы имеет 5 очков, да, но уже свой матч они сыграли. Краснодар подостает, но у ЦСКА с Зенитом один матч в запасе, одинаковое количество очков и в случае победы у них становится 48, а это, соответственно, угроза даже не для Локомотива, а для Спартака прежде всего, потому что второе место, это не просто серебряные медали, это еще и прямой выход в Лигу Чемпионов, да, ну Уфа, Арсенал, Рубин, наверное, тут все понятно, мы их обсуждать, наверное, смысла нету, да, идем внизу, СКА Хабаровск, все понятно, Первая Лига светит, а вот Тосна, Анжи, Амкар, Ростов, Динамо, Ахмат, можете себе представить, сколько команд будут играть за 3 места, кто улетит первым? Здесь уже выделяется и Анжи, и Тосна. А кто улетит? Тосна, 24 очка, и у Анжи. Тоже ты же не берешь Динамо, у Динамо 30 очков, 25 игр, даже они проигрывают, у них 4 очка разница, и 4 остаются игры, и у Динамо еще мать с ултсайдером, СКА Хабаровск, ну и что? Ну и что? Получается, здесь на вылет, вторая команда на вылет, это Тосна. Ты говоришь о вылете, а я говорю еще о переходных матчах. Переходные, да, можно. Ну а как? Это что, уже не... Для Динамо показали? Да, можно и перейти. Да, а там, учитывая, кто сейчас подбирается в первой лиге, то... Да, да. Фанел. Да. Фанел, Китал. Ребята, смотрели буквально минуту, матч они шикарный провели, 3-0 обыграли. С Арсеналом, Да, я смотрел, вот, они показали тот футбол, который, так понимаю, хочет видеть Гальский. Там Квассан забил, шедевральный гол. Первый гол, да. Просто чума. Петров. Быстрые атаки веером, в одно касание, просто красота. Сказочной красоты матч на красивом стадионе. Кирилл, скажи мне, теперь футбол изменился при новом тренере? Да, он стал лучше. Я был прав? Я был прав? Давай посмотрим. Сереж, с новым тренером команда показывает, а потом он сам... Ну да, мы это все. Мы, по крайней мере, многие видели. А почему не показывали они пришалимые? Сколько лет? Три года почти? Это взбучка нужна. Почему не показывали-то? Они третьими были. Ну, Олег, ну такими вот скачкообразными играл Краснодар. Давайте еще немножко по турнирному раскладу, да? Мы говорим о том, что у Зенита тоже, в общем-то, игры и с Локомотивом, и с Динамо, и... Нет. Нет? Со Спартаком нет. Ты просто на меня смотришь? А, с ЦСКА. Ого! То есть, получается, ЦСКА... Подождите, а с Краснодаром... А, у Зенита в конце ССКА Хабаровская игра. В конце у них последняя игра ССКА Хабаровская. ССКА Хабаровская игра, что конкуренты играют друг с дружкой и будут терять каким-то образом. Да, если побеждает ЦСКА и Зенит, разница между Спартаком, ЦСКА и Зенитом, два очка, это, да, Спартаку нужно будет, не знаю, умудриться, кому-то проиграть, и это преимущество, в общем-то, в общем-то, растаяло, да? А у ЦСКА... А я еще раз напомню, второе место, это прямая путевка в Лигу Чемпионов. Я думаю, Зенит за это схватится, и мало никому не покажется. Я так считаю. А ЦСКА вот сейчас, получается, на четвертом, да, или на каком месте? Сейчас на четвертом. у них еще впереди как раз-таки очная встреча с Краснодаром будет и с Зенитом. Я говорю, они другом играют, спартакские преследователи, и очки был кире. Кто-то, да. Ну, ты представляешь, все-таки остаться на втором или на третьем? Это колоссальная разница. Понятно, что играть не возможно. Колоссальная разница. Известно, кто попадется. Да. Не так много времени остается, а нам еще хотелось бы обсудить матчи 23-го пропущенного тура, где будут играть как раз Локомотив, Зенит и ЦСКА. Те команды, которые претендуют на выход в Лигу Чемпионов. Итак, завтра, да, Локомотив, Ахмат, Зенит, Динамо и ЦСКА, все претенденты играют у себя дома. И кубок завтра еще. До этого мы сейчас еще дойдем. Итак, Локомотив, Ахмат. Локомотив, Ахмат. Что, опять я повторяю, состоится на стадионе в Черкизово. Ахмат, команда, которая преподносит сюрпризы. Мы это все прекрасно знаем. Там у себя. Ахмат, команда, 3-0. Команда, которая может... Четыре, то к Динамо может, чтобы позволить. Я не сомневаюсь в победе железнодорожников, но тем не менее, тем не менее, думаю, что легкой прогулки не будет завтра. Завтра уже Локомотив может заказывать себе места в ресторане и отмечать чемпионство. Динамо подложил хорошую свинюлку. На лаврах, на лаврах. Ребят, ну 8 очков за 4 тура. В прошлый раз мусор подкладывались. Хорошо. Зенит-Динамо, Сереж, что скажешь? А знаешь, это все матчи очень боевые у Зенит-Динамо в последнее время, в последние годы. Учитывая 7-3. Нет, как когда 7-3 было? Ну, я имею в виду все матчи боевые. Динамо выиграл 7-3. Ну, я и говорю. Так сейчас ждут болельщики Спартака и ЦСКА от вас такого. Нет, ну а так-то боевые действительно, там и отношения между болельщиков тоже такие натянутые, да, ужасные. Поэтому, ну, новый стадион Динамо еще не играл в этом стадионе, поэтому будет интересно. Я думаю, боевая будет, будет не сейчас, скорее всего. Ну, хорошо. ЦСКА. Нервно, хохотно, в том углу. Что с тобой? ЦСКА. Скажу, Олег, не тая. Да. Победят. Амкар. те команды, которые дома играют. За счетом 3-0. Локомотив обыграет Зенит обыграет Динамо ЦСКА и ЦСКА обыграет там Кар 3-0. Вот, посмотрите. Ну, мне даже добавить вообще нечего, потому что Я согласен. Евгений здесь расклад произнес. Ну, и напоследок, как говорится, самые вкусные, десерт. Это вот то, ради чего вообще мы придумали эту программу. Кубок России, полуфинал, Курский Авангарк, состав полуфиналистов Кубка России. Шинник, ну и Спартак Тосный. Если бы не Спартак, я просто благодарю эту команду за то, что они вышли в полуфинал, иначе бы Кубок России завтра можно было бы прямо списывать, закрывать и забыть. Не смотреть. 20 лет шанс выйти в финал. В 2001 брали Кубок. При Олеге Ивановиче Романце последний трофей мы взяли в 2001 году. Не надо мне 20 лет. 20 лет я имею в виду дубль, 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 золотой. А, дубль. Ну, что, должны обыгрывать. Если в таком составе Спартак не выиграет Кубок, никто ничего не поймет. Причем Каррера всегда основной состав, прям ультра основу. Выпускает с Кубок. Да, выйдет Вуис Адриана, который отдохнул на матче с Уралом и 2-2, и 2-1, которые были в последний матч. Там Тосна не додавила. Да, да, да. Игра будет. Тяжело. Играем с Тосной. Тяжело, тяжело. И из Кубка они нас выбивали, когда еще сами во второй лиге были. История встречи такая хорошая. Ну, что ж, друзья мои, смотрим, смотрим футбол, учитывая, что у нас будут матчи пропущенного тура. Кубок России, а в выходные у нас будут матчи тоже очень интересные. Поэтому во вторник все это мы обсуждаем на телеканале Видное ТВ. Ну, а пока болеем за своих. Пока. Всего доброго. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok